Еврейская культура и рок-н-ролл всегда шли рука об руку. Кстати, появился на свет этот музыкальный жанр исключительно благодаря евреям. В хитросплетениях рок-истории разбирался наш корреспондент Наталья Кравченко. Евреи изобрели рок-н-ролл. Думаете, это слишком смелое заявление? Сын евреев и мигрантов из России Алан Фрид мог бы с этим поспорить. Именно он впервые употребил фермен рок-н-ролл в эфире американской радиостанции. Рок-н-ролл – это река музыки, впитавшая в себя многие течения ритма блюза, джаза, рэк-тайма, кантри, мотивы ковбойских и народных песен. Это запись с одной из репетиций Элвиса Пресли. Да-да, яркий, экспрессивный король рок-н-ролла порой выдавал мечтательные импровизации, отдавая дань уважения своим предкам. Писательница Розель Чарток докопалась до истины, точнее, до еврейских корней Пресли. Первое знакомство с иудаизмом случилось у него еще в детстве. Семья Равины, жившая по соседству, любила маленького Элвиса, и каждый шаббат он гостил у них и кушал гефилти фиш. Элвис и сам, скорее всего, еврей на какую-то часть. Розель Чарток считает, что его прабабушка по материнской линии, Нэнси Бёрден, родом из Латвии, была самой что ни на есть еврейкой. Записать хаву на гилу в студии Элвис не успел, зато это с большим удовольствием делали другие рок-н-ролл. Например, Чаби Чекер, исполнитель супер-хита 60-х «Come on, let's twist again». Рок-звезды во все времена отдавали должное своей родной культуре. Дуэт Саймон Энгар Фанкел использовал в одной из своих песен хасидские напевы. Несмотря на дружбу жанра с еврейской культурой, заключенный в нем дух бунтарства никогда не способствовал его кошерности. В 1965 году в бытность Голдемейр группе «Битлз» не разрешили выступить в Израиле. Кнесет решил, что песни битлов недостаточно высокого уровня и, кроме того, оказывают негативное влияние на молодежь. В 2008 году в Израиле в условиях повышенных мер безопасности состоялся концерт Пола Маккартни, а израильский МИД официально извинился перед коллективом. Ринго Стар выступил в дворце минора Мифтахим в Тель-Авиве в 2018 году.